Председатель комитета дорожного хозяйства Тарель Солиев ответил на вопросы журналистов в рамках программы «Открытое правительство». Подробно обсудили проекты, направленные на развитие туризма, а также качество ремонтных работ. Все подробности расскажется Бенагатагова. Перспективы развития дорожного хозяйства определены на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития региона. В республике уделяют большое внимание развитию туризма. Задача ведомства – проложить путь к уникальным горным объектам. Мы возобновляем, вот сейчас мы торгуем, возобновляем. Это Садон, Галон, Курейта, Верхний Сгид, выход на Валлаком, на Виравский район. По той простой причине, что эта дорога оказывается, она очень востребована, очень востребована туристами. Очень большое паломничество идет туристов с Сологирского ущелья. В мае этого года началась реконструкция автомобильной дороги Чикала-Мацута-Комарт с подъездом к селению Галиад. Единственное ущелье, где не было дороги. Сейчас специалисты думают над проектом, который позволит туристам удобно перемещаться из одного ущелья в другое. Мы рассматриваем вопрос о разработке хорошего проекта в продолжении проекта Мацута-Комарт, то есть на Валлаком и выход в Валлакирское ущелье. Вы знаете, тогда бы мы связали два ущелья и вот этот туристический кластер, который есть у нас в Дегории. Вы представляете, туристы приехали в Дегорию, например, и не сегодня так завтра, вы знаете, что в Валлакире откроется Мамисон. А это не просто объект, скажем, республиканского значения, а это, я считаю, даже российского масштаба. Проект, объект и так далее. И все туристы могут через вот эту дорогу осуществлять поездки уже даже на Мамисон, в ЦЕ и так далее. Обсудили безопасность дорог, в частности, на городских улицах. Журналисты напомнили Тарелю Солиеву. Реконструкция, которая началась весной, должна снизить интенсивность и количество дорожно-транспортных происшествий. В 80% объектов на сегодняшний день работы уже завершены. Остальные, как мы давали обязательства главе нашей республики, 1 октября должны быть все дорожные работы, из-за исключения определенных объектов, которые срок сдачи немного дальше, ближе к концу года. Все остальные объекты мы введем в эксплуатацию. Что касается обеспечения безопасности, да, если на дороге обеспечена ровность, если нет колейности, естественно, аварийность резко падает. Интересовало журналистов развитие дорожной инфраструктуры в Моздокском районе. Ход строительства автомобильной дороги Кавказ-Хурикав-Молгобек-Моздок. Срок сдачи объекта установлены главой республики 1 декабря. Тарел Солиев заверил, объект будет введен в эксплуатацию. Дорогу, которую мы строим, Кавказ-Хурикав-Молгобек-Моздок, это тоже для того, чтобы стать ближе к Моздок, чтобы стал ближе к центру нашей республики. Никогда, ни один год без внимания не останется. Каждый год Моздокский район получает чуть более 300 миллионов рублей на дорожную деятельность, независимо от региональных или местных дорог. К дорожным объектам Мологирского района также подошли ответственно. В течение четырех лет осуществлялась разработка проектно-сметной документации. Вели в эксплуатацию дороги Кадгар-Омбир-Акзанг-Дзуарикав-Феагдон. Также проект разрабатывается по, вы знаете, очень нужной дороге, это Алагир-Срау-Урздо, протяженностью 13 километров. Тоже мы разрабатываем проектно-сметную документацию. В следующем году начинаем его реализацию. Вопросы смогли задать не только журналисты, но и зрители прямого эфира в социальных сетях. Волнует состояние тротуаров, качество дорожного полотна. Интересует горожан судьба трамвайного моста на Пашковского. Глава республики ставил вопрос. Единственная проблема о том, что данный мостовой переход, он пешеходный. И он как бы в дорожной деятельности, он, ну, нельзя его отнести. Но прорабатывается вопрос о его ремонте. Это уникальный мостовой переход, это история. Тоже решается этот вопрос с руководством города Владикавказ. Есть предложения с нашей стороны, они одобрены были. Мы нашли точки, как говорится, отчета. Я думаю, выйдем с положения, в следующем году, может быть, мы начнем. До 2024 года в нормативное состояние приведут всю сеть региональных дорог. Ежегодно на эти цели будет выделяться более 600 миллионов рублей. Сабина Гатагова, Давид Бетиев, Новости Осетии.